Электричество – это не игрушка. Главный лозунг спецурока – пульс света. Что такое ток и как с ним обращаться в быту? Детям наглядно показывают алгоритм оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. На примере манекена Георгия им демонстрируют реанимационный процесс. Но медик-волонтер предупредила – сначала необходимо позвонить в службу спасения и только потом, оценив состояние потенциального пациента, предпринять попытки спасения. Первое, что нам надо сделать – это спросить, задать вопрос. Извините, а с вами все в порядке? Я могу вам чем-то помочь? Если человек не дает нам обратной связи, соответственно, мы делаем вывод, что человек без сознания. После этого мы можем вызывать службу спасения. Ребятам предложили применить полученные знания на практике, чтобы вернуть к жизни Гошу. Желающих немного. По словам школьников, это оказалось непросто. Реанимационный процесс требует ответственности и хорошей памяти. Затруднение вызывает именно запоминание порядка действий. Как мы определяем то место, куда мы должны поставить руку? Ага, вот это одна, и конец рёбер. Ага, и соединяем два больших пальцев и туда ставим ладони. С каким образом? Одна ладонь у нас открыта, другая – в салоне. Это новый шаг в сохранении детских жизней и их здоровья. Такой проект Ингушенерго проводит впервые. Кстати, это не последний спецурок, который планируют провести филиал. Школьникам такая практика нравится. Многое узнала и надеюсь, мне не придется употреблять это в своей жизни. Сегодня узнали, как делать первую помощь при постаравшем человеке. К примеру, планирую пойти на медицину, поэтому мне достаточно было полезно данной информации. «Пульс цвета» – это социальный образовательный проект компании «Россети Северный Кавказ», в рамках которого проходят лекции и практика для старшеклассников. Энергетики уверены, что такая программа позволит сформировать у школьников культуру безопасного обращения с электричеством. «Максимально актуален в данный период времени, потому что все ребята сейчас на летних каникулах, большие части предоставлены сами себе, и появляется больше возможностей, вариант развития травматизма и чрезвычайных ситуаций, в которых дети, как правило, являются пострадавшими». «У нас есть много комплекс мероприятий, которые мы проводим. Это значит, на всех образовательных учреждениях, детских садиков и школьных учреждений, нами были проведены работы по замене голого провода на изолированный специально, чтобы минимизировать поражение к детским токам детей». «Россети» также напомнили детям, что лучше просто не подходить к электроустановке или оборванным проводам, чтобы знания не пришлось применять на практике. «Макрорегиональный проект «Пульс света» пройдет в течение недели во всех регионах СКФО и будет сопровождаться онлайн-трансляцией в соцсетях, таким образом охватив максимальное количество школьников. Хава Гайзикова, Магомед Шоухалов, Новости 24.